Я давно вынашивал тему такого разговора, который я назвал так Зазывалы, халява, разум и совесть Смотря интернет, я видел очень много таких, знаете, броских названий Что делайте вот это вот упражнение всего лишь минуту времени каждый день И у вас, допустим, не будет межпозвоночной грыжи Делайте это упражнение всего лишь раз в день Одно упражнение всего лишь раз в день Буквально-таки тоже минуту, и у вас там не будет запора Вот это принимайте, у вас там пищеварение будет работать как часы И много-много таких других вещей И буквально-таки вчера я смотрел передачу об одном российском целителе Про которого, значит, такая передача большая Все там рассказывали, что вот с помощью его книг и фотографий Происходит исцеление из-за того, что ты просто их приложил Ну, всякое бывает, конечно, чудеса бывают Но там вот была, знаете, подчеркнута такая вещь Что те же фотографии и книги Если они куплены не на лекциях этого целителя Они вот такой чудодейственной силой не обладают Как-то вот так вот было сказано Вот И И вот Пришло Пришло такое вот Письмецо от Кирилла И на Ди Петрович, здравствуйте Важный вопрос у меня есть С вашего позволения задам его тут Чтоб было оперативнее получить ответ И может кому-то еще такая информация будет полезна Я серьезно взялся за работу с дыханием На вашем сайте есть довольно подробная статья По методу бутейка с вашими пояснениями, замечаниями Начал заниматься Сложно, но очень нравится И тут в процессе поиска информации в интернете Стали попадаться мне люди, которые убеждены Что самому освоить такое дыхание невозможно Вчерашняя программа по телевидению Фотография моя Но если вы приобрели ее не у меня Она значит работать не будет Только у меня надо приобрести Значит такое дыхание невозможно И более того даже опасно Ну и конечно же все эти люди Которые, так говорят, являются методистами И оказывают услуги обучения задней То есть люди заинтересованы в этом Притом тех, кто старается сам работать с дыханием Они откровенно ругают И намекают, что это скрияжничество И неразумность Скрияжничество Вот какое слово они тут вставили И неразумность Я сейчас хочу остановиться И вот опять-таки вот такую вещь подчеркнуть Вот человек, в том числе и я В свое время Как только заболел Сразу же обращается к врачам Врачи лечат, 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 лечат И что-то толку никакого нет Чем он должен заниматься? Згинуть? Вот вопрос такой Вот чем он должен заниматься? Если официальное лечение Которое он получал в больнице Ему не помогло Чем он должен заниматься? Кстати, я немножечко даже перескочу Вверху такой вопрос пришел От Алены Сколько нужно, чтобы прошло времени Когда придет облегчение при подагре Выполняем только две недели Все советы Диета очень строгая Сода и тройчатка Температура все равно высокая До 38 Устали У мужа есть грибок И в детстве ставили врачи Ревматизм с сердца Подскажите, кто знает еще варианты Пожалуйста Анализы все в норме Сои и мочевая кислота повышены Смотрите, в детстве Смотрите, в детстве ставили ревматизм с сердца Ну это же человек Вот я так немножечко сумбурно Перескочил Это же человек лечился у врачей Или он не лечился у врачей В конце концов И что вот ему делать? Вот он пролечился И у него подагон Что делать этому человеку? Если лечили там не один десяток лет А толку никакого нет Я даже не буду за вас там выводы делать Каждый из вас сделайте выводы сам Что делать человеку Который лечился несколько уже десятилетий В официальных больницах В официальных врачей Там принимал процедуры Таблетки Все туда-сюда там ездил Толку никакого Что делать? А есть только ухудшения А теперь вернемся дальше Значит Намекает на скряжничество и неразумность То есть человек потратил огромную сумму денег Ну мы не будем даже говорить о деньгах Хотя это такой вопрос Знаете вот одно за другого цепляется Смотришь передачу Допустим там же какой-то там канал И только тебе такая хоп Вот она ребенок Вот он болеет чем-то Ему на то чтобы он выздоровел Надо 3, 1,5, 2, а то и 5 миллионов рублей На лечение То есть выходит тут Следующее Если у тебя нет денег То ты можешь То ты для современного общества Безразличен Это же мы можем тебя вылечить Якобы говорят Можем вылечить Но раз у тебя нет денег Ну мы ничего не сделаем Ну вот как это вот Вяжется вот это вот Все знаете С разумностью С цивилизацией С такой социализацией С такой заботой О детях и о людях Как нам говорят Вот мы заботимся Об этом Вот мы новые больницы строим Мы еще что-то делаем Мы тут разрабатываем Какие-то методы На-на-на-на разрабатываем Но если у вас нет денег Мы не лечим Это при условии Если это поможет Но Есть люди Которые деньги заплатили А это не поможет И что им делать Что делать этим людям Так Теперь продолжим письмо Значит Скряжничают И неразумность То есть Скряжничество И неразумность Начинается От того что Либо У людей нету денег А у тех У кого есть деньги Это не помогает И вот тогда Человек разумный Если он разумный Он что-то начинает искать Дальше Очень интересная тема Я так вот ее излагаю Ладно Ну разберетесь Так Значит Скряжничество И неразумность Что можете сказать По этому поводу Можно ли самому Работать с дыханием По бутейкам При условии подхода За головой Аккуратно Не форсируй Заранее Огромное спасибо За ответ И вот теперь Вернемся Мы к самому Константину Павловичу Бутейка Как он Сам о себе писал Он Врач Там Выучился Работал И у него Значит Вот это Случилось Что-то Там Злокачественная Гипертония Там С бронхиальной Астмой Случилось И он И он Как специалист Он Примерно Посчитал Что ему Жить осталось Там Где-то Примерно Полгодика И вот Оно Оно Просто Не то И не туда Как И в смысле С Вышеупомянутой Подагрой И он Это Начал искать Понимаете Человек Начал искать Никто Никто Не учил Как Он Должен Искать Что Он Должен Искать Где Он Там Должен Искать Но Вот Случай Ему Помог А если У человека Имеется Тян То Он Зацепился Именно За Вот Эту Подсказку Что Когда Он Поднимался По Лестнице И Задыхался У Него Начался Приступ И Он Его Совершенно Случайно Снял Тем Что Прекратил Дышать Вот Он Задержал Дыхание Чтоб Не Раздышаться Чтоб Вот Этот Приступ Вот Так На Лестнице Его Начало Колотить И Сейчас Он Тут И Сознание Возможно Потерял И Упал А Он Усильевое Выдохнул И Держал 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 И Почувствовал А Давление Уменьшается Бронхи Открывается Стало Легче Дышать То есть Вот Эта Подсказочка Была Дана Ему И Дальше Он Уже Как Человек Разумный Соображающий Из-за Нее Уцепился И Уже Дальше Как Вы Эту Будете Будем Задержку Дыхания Выполнять Это Уже Ваше Дело Но Главное Чтобы Вы Ее Выполняли Тем Или Иным Образом И Возможно Даже Тем Или Иным Образом Как Вам Заработал И Благодаря Этому Механизму Как Потом Выяснилось Что же Происходит Накапливалась Углекислота Которая Способствует Тому Что Бронхи Расширяется Сосуды Несущие Кров Расслабляются То есть Спазмы Дыхательные Исчезают Давление В норме И Дальше Как Он Уже Ученый Зацепился Благодаря Аппарату Который Снимал 20 С чем То Показателей Различных Уже Он Так Досконально Изучил Что же Происходит При задержке Дыхания Основное Что Важно Понимать Как Вы Дышите Там Просто Выдохнули И Не Дышите Либо Вы Там Дышите Через Трубку Вы Там Дышите Еще Там Как-то Еще Как-то Либо Пакет На голову Надели В конце Концов Чтобы Так Облегчить Что Тут Тепло Становится То Вот Это Самая Важная Вещь А Дальше Уже Можете Там Естественно Замерять Секундомер Проверять Как Как Что Чего Чего Как И Так Далее Дышать Занятия Дыхательная Гимнастика Больше Больше Ничего Такого Нет И Теперь Вернемся К моему Вопросу Что Я Тут Говорил Это Зазывалы Интернет Вот С такими Вот Инструкторами Еще Там С Какими Там Допустим Методистами Огромная Куча Этих Людей Которым Надо Заработать Денюжек Ну Я Понимаю Да Что Кормиться Надо Но Пугать Вот Так Вот Знаете Что Ты Там Не Сможешь Что Ты Там Не Это Что Ты Там Ну Это Чтобы Себе Клиентуру Подыскать Это Как То Знаете Вот Следующий Параметр Я Вам Говорил Это Зазывала Халява Разумность И Совесть Вот Лично Мне Совесть Не Позволяет Чему Я Тут Буду У Вас Тут Курсы Тем Более Платные Когда Все Это Вы Можете Сделать Сами Да Будут Сложности Будут Сложности Не Без Того Но Они На Той Даны Сложности Чтоб Их Преодолеть Часть Этих Сложностей Я Писал Часть Этих Сложностей Там Описали Другие Авторы Ну Просто Оболванить Людей И Все Знаете Лишить Их Разума Лишить Их Воли Вы Ничего Не Можете Вы Ничего Только Через Нас Можно Это И Это Прослеживается Не Просто Воздоровлению Медицины Это Прослеживается Во Всем Обществе Везде Там Какой-то Специалист Будет Поучать Вас Как Вам Жить Понимаете Учат Даже Как Жить Надо Всему Как Целоваться Надо Как Обниматься Надо Как В туалет Сходить Надо И Причем Нет Это Рассказать Как Сказать Как Это Делать Нет Это Вот Только Мы Можем Вас Обучить За Денег А Если Денег Нет Ну Значит Пребывайте Как Вы Хотите Там Да Ну И Вариант Того Что Денег Есть Например Как У Стива Джобса Как У Других Людей А Толку Нет Вот Недавние Смерти От Той же Подар Показали Что Лечение Это Одно Жизнь Это Другое А Здоровье Это Третье И Они Как То Знаете Между Собой Особо Даже И Не Связаны Вот Халявство Значит Зазывалство Путем Того Что Человека Сманить На То Что Это Очень Легко Или Это Только С Нами Вы Все Это Пройдете Все Будет У Вас Вы Значит Сделайте И Только Мы Вам Поможем Все И Причем Это Легко И Просто Вот Только Через Нас Вот Мы Вам Покажем Рассказываем Вот А Ну Нет Понимаете Вот Это Зазывалство Оно Основано На Следующей Качестве На Халявстве Каждый Думает Из нас На Халяву Стать Здоровым Богатым Успешным Красивым И Не Знаю Еще Каким Что Там У Каждого В голове Там Есть Но Над Всем Это Надо Работать Для Того Чтобы Что То Иметь Над Здоровым Надо Работать И Всего Лишь Навсего Там Какое Одно Упражнение Какой То Один Рецепт Какой То Еще Одна Процедура Да Ничего Они Не Сделают Дай Бог Чтоб Они Попали Тогда Когда Они Работают Когда Они Работают А Если Они Вот В данной Ситуации Не Работают А Вы Думаете Что Они Будут Там Работать За Что Делать И Вы Очень Поучительный Случай Вот Знаете Иванченко Разработчик Умный Дядька Разработчик Русской Тройчатки Все Вот Такие Травы Там Хорошо Травы Знает И Дальше Значит Вот Как Хильда Кларк Изобрела Вот Этот Спектрометр Прибор Благодаря Которым Определяются Частоты В организме Паразитов Шлаков И так далее И тому подобное Вот Значит Как бы Пошел Дальше В этих Там Разработках И Теоретически Будем Говорить Получается Так Что Против Много Мыслей Понимаете Великий Оратор Подобен Заике Потому что Слишком Много Мыслей Приходит Как Медицина Пытается От каждой Болезни Сделать Прививку И Заранее Тебе Привить Чтобы Ты Уже Не Будешь Болеть Там Грубо Говоря Поносом От Поноса Тебе Сделают Прививку От Чиха Тебе Сделают Прививку Или Или Еще Чего И Короче Столько Прививок Что Они Начинают Обратно Действовать Так Вот Что Можно Те Или Иные Заболевания Лечить Частотами То Зная Частоты Того Или Иного Паразита Зная Частоты Той Или Иной Болезни Можно Зародить Крупинки Вот Этими Частотами Крупинки Сахара Или Еще Что Там Они Это И Человек Грубо Говоря Покуривая Попивая Пивко Занимаясь Глупыми Там Ненужными Вещами Ведя Такой Образ Жизни Он Будет Принимать Вот Эти Вот Вещи И Подар Допустим Сама Там Пройдет У него Так Вот На Передаче Как Раз Был Такой Врач Который Вот Знаете Воспользоваться Главное Так Своим Служебным Положением У Нашего Как бы сказать Не Продюсера На Программе А Как там У нее Должность Более Более Высокая Чем Продюсер Вот Болела Там Мама И Она Там Побаливала И Он Значит Так Это Напел Ей Песенку Ля-ля-ля-ля-ля-ля Вот Эти Крупиночки Все Это Такое Я думаю Что тут Человек Так Часто Стал У нас На Передаче Там Мелькать Ага Вот Он Значит Лечил Их Крупинками Крупинками При этом Никаких Рекомендаций Ни по Питанию Ни по Образу Жизни Ну Ноль Вот Крупинки Сделать Все Лечение Продолжалось Где-то Примерно Месяца Наверное Три Четыре После Чего И этот Продюсер И ее мама Оказались В больнице Долечились Очень смешной Случай Но тем не менее Он Такую Грустную Подоплеку Имеет Что Человека Даже Грамотного Телевизионщика Так Оболванить Что Он Вот Лечится Вот Такими Вот Вещами И В результате Получил Закономерный Результат То есть Дальше Мы Переходим По моему Списку Значит Мы Зазывали Вот Именно Зазывали Зазывали Ко мне Я Только Я Я Обладаю Чудо Рецептов Я Обладаю Там Допустим Возможность Ага Фотографии Там Я Обладаю Тем Семь Пятым Десятым И Должен Даже Я Сказать Что Такой Феномен Вообще То Существует Но Он Действует Неповально На Всех То есть Вы Испытываете Какому-то Человеку Действительно Доверие Он На вас Действительно Как-то Успокаивающе Влияет Он Как-то Вот 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 И Вот Тогда Вот Это Феномен Случается Но Когда Начинать Тиражировать На Всех И Тут Просто Напросто Один Услышал Одного Другого Халява 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 Я Сейчас Это Такое Как Раньше Банки Заряжали Ставили И так Далее Да Эта Вещь Работала И Кому-то Действительно Что-то Помогало Но Обмануть Основополагающий Будем Говорить Жизненный Стержень Что Человек Пришел Сюда Совершенствуется Совершенствуется Через Работу Над Своими Чертами Характера Над Своими Побуждениями Над Своими Привычками В первую Часть Которые Вергают Его В Пучину Болезни Человек Не хочет Меняться И только Боль Его Заставляет Там Падагоническая Или еще Какая-то Слушай Ну ты ж Ничего не делаешь Как больно Задумывайся И человек уже Обездвиживается Лежит В температуре Болеет И вот тут-то Понимаете Только одна Мысль работает А как же От этого избавиться Что ж я сделал Неправильно Вот То есть Вот это должно быть А приложил тут Фотографию И все прошло Нету такого Понимаете Нету такого Я уж не буду Там на Библию Ссылаться Нету Вы думаете Обмануть Вот это На халяву Все это Халява Не пройдет А наоборот Так Все это Будем говорить Усугубится Что мало Не покажется То есть Разумность Должна присутствовать У вас Разумность И наконец Таки Вот Последнее Это Совесть Я просто На себе Вспоминаю Ряд Таких Случаев Взять Хотя бы Зуб Вот у меня Заболел Зуб То есть У меня болит Зуб Я там Сказали Вот тут-то Зубник Хороший Все это Я к нему Там поехал Что-то там Просверлил Временную Пломбу Там поставил Говорит Там через два дня Еще придешь Посмотрим Через два дня Еще придешь И каждый раз Я к нему Прихожу Через два дня Значит Он там Поковырялся Денежку какую-то Взял Опять поковырялся Денежку Значит взял Что От простого Вот Просто запломбировали И все У меня просто От этого Лечения Разболелось Зуб То есть одно дело Что там Пломба Там Отскочила Вот А другое дело Ее запломбировали Да и все Разболелся зуб То есть Бессовестное отношение Пользуясь Своим Положением И как бы сказать Вот Неграмотностью Некомпетентностью Другого человека Ты На его горе Начинаешь Делать Деньги И я пошел К другому врачу Говорю Так Е-мое Мне это надоело Вы посмотрите Что это такое За один раз Все у меня сделало И я забыл Про эту вещь Вот зубов у меня нету Почему у меня зубов нету? Потому что Был так называемый Кленовидный дефект В свое время Когда еще до того Как я начал Чем-то заниматься Каждый человек Наживает Бонячки Еще до того Как И мне вот эти вот зубы Просто-напросто Ага Кленовидный дефект Мы сейчас тебе Это самое Прилепим пластиночку Так Как типа Виниры Ах и будет красиво Прилепили эту пластиночку Отдал там деньги На следующий день Эти пластиночки Отскочили Я же к ним Вот так и так Отскочила Ага Ох Отскочили Давай мы тебе зубик Подпилим Чтоб лучше Эти пластиночки Держались То есть Они мне Вот это вот Подпилили То что Что зуб Эмали Так слабо было Они вообще Ее нарушили Прилепили эти пластинки Продержались они Не более месяца И отскочили И так как Уже Вот эти пропилы Остались То Там вот этот Кариес Мариес Уже Зуб уже Испортился И вместо Лечения Я говорю Вырывать И все И опять таки Никто не сказал Что если зубы Вырвали Вот один Вы вырвали Зуб То остальные Они движутся Вот сюда Вот У вас будет Чистокол Почему Никто Мне ничего Такого Не сказал Тогда возможно Я бы Не вырывал А лечил Взять моего близкого Человека Проблемы с зубами И все Со всем остальным Мы Значит Вставим тебе Вот эти Что-то Штифты На которые Зубы будут держаться И так далее Этого подобного Вставляются Эти штифты Я не знаю У кого Как А У него Насколько я так понимаю Вот этот вот Костный аппарат Слабенький был Когда Вставляются Эти штифты То Это еще Больше Нарушает Будет Целостность Кости Целостность Ну Нормальное Нормальное Здоровье Нижней Челюсти И эта челюсть Начала усыхать Просто-напросто И вот то Что ставили Сначала А она как-то Там держалась Потом Десна усохла Это провисло Там Эти мосты Начали Лопаться Трескаться Ну Что это Такое Объяснить Надо Человеку Так и так Мы то-то Делаем Смотри Вот это Будет Вот это Делаем Вот это Будем Я уже Вам Рассказывал О себе Были Ангины Ага Такой Вот В то Время Была Тенденция Да Мы Ангины Значит Гланды Удаляем И все У тебя Значит Будет Нормально Там Удалили А потом Насморк Гайморит А за гайморитом Там еще Более Серьезные Проблемы Обоняние Зрение Могут Пойти Головные Боли То есть Нету Я Видите Так Сумбуртно Рассказываю Нету Работы С причиной То есть Вот это Вот смотрите Зазывало Зазывалство Это Что Мы Тут Сделаем Тебя Гланды Вырежем Ааа Там Допустим Вот Это Упражнение Там Научим Ты Будешь Все Супер И ты Думаешь На халяву Ооо Я говорю Ого То есть Вот На чем Играет Я уже Вспомнил Своего Деда Дед мой Прошел Войну Такой Крепкий Был Мужик И он Прочитал Что Вот Могут Камушек С почек Вырезать Было Там Ему В ту Пору Там Лет Лет Там Где-то Шестьдесят Может Меньше Может Это Пошел Вырезать Этот Камушек И Все И там В больнице И остался Зазывалство Вот это Зазывалство Якобы Легкость Всего Там Ага В грудь Мы вам Вставим А Оказывается Надо эту Грудь Менять Оказывается Она может Не прижиться А тем более Сейчас Халява Тазобедренный Сустав Заменим По квоте По квоте По квоте Мы там Тебе сделаем Все это По квоте Все это Нормально Это уже Человек инвалид Там Сустав Ему Поменять И как Это Проживется И что Это Будет Вот Якобы В 100% Там Если взять 100% Случаев То Там Возможно Там Пускай Там 98% Нормально А в 2% Может быть Что-то Быть Не то А кто Вам Дает Гарантию Вы попали В эти 2% Или Не попали Или Попадете Или Не попадете Разумность Разумность Что я Хочу Сказать Лечение Это Понимаете Вот сейчас Все пытаются Лечить По протоколу Вот так Вот так Вот так То есть Одно за другим Это такой протокол Если не помогает Другой протокол И при этом Примерно Подразумевается Что Все мы Одинаковые И это должно Действовать так Вот Кстати Я Недавно Смотрел Своё же Видео В котором Говорилось Почему Нету Стандартизации В травах Потому что Зверобой Который Растет Здесь Он содержит Одни вещества Зверобой Который Растет Допустим В другой Власти Несколько Иные Вещества Зверобой В горах Третье Вещество И так далее То есть Нету Стандартизации Раз Нету Стандартизации Значит Мы это там Не будем Применять Так вот Стандартизации Нету В человеческом Организме Мы все Разные Понимаете И Когда мы Идем Куда-то там На Ну Будем говорить На какую-то там Операцию Или еще Которая Да Такая Простая Ё-моё Ну Память Мне знаете Подбрасывает И подбрасывает Подбрасывает Я Просто уже Сразу Вам Рассказываю Хамраев Мохаммад Хамраев Прекрасный Человек На передаче Рассказывал Такой Целитель Ну Глыба Из Узбекистана Вот И что-то Там У него Там Выросло Какой-то Там Вырос Такой Небольшой Посмотрели Да Мы сейчас Тебе Тут Это Самое Вырежем Подместным Наркозом И ты И ты Побеги Что-то И лежать Не надо Сделали Ему Местный Наркоз И все И его Не стало То есть Вот Вернемся К нашим Значит Халява Зазывалство Халява Разум И совесть Каждый Из нас Должен Понимать Следующее Все Мы Очень Разные Очень Разные Вроде Были бы Физиология Одна И Та Же Но Работает Она По-разному Это Первое Если Даже Взять Физиологию Как бы Сказать За стандарт То Что Касается Микрофлоры Она У нас Совершенно Различна И После Допустим Какого-то Лечения Как Она Себя Поведет Насколько Быстро Все Это Будет Заживать Восстанавливаться Никто Не может Дать Особенности Индивидуальной Конституции Будут Влиять Конечно Будут Влиять То есть Микрофлора Будут Влиять Будут Влиять Особенности Индивидуальной Конституции Будут Влиять Будут Влиять Особенности Если наши мышления будут влиять на то, один там что-то делает, а испугался, очистительный кризис или оздоровительный кризис, ему страшно, хуже стало, отбрасываю и так далее. А это нормальная реакция, через которую надо пройти. Как ваше сознание работает, к этому относится, как вы трудности преодолеваете? Будет этот фактор влиять? Будет. И в конце концов, есть такая вещь, о которой часто говорят, поднимают там насмех, по-разному, короче, относятся. Это понятие о карме, о тех наработках, которые вы за собой притянули в эту жизнь. Это сложный вопрос, очень интересно, как вот этот опыт прошлой жизни скажется в данный момент на вашей собственной жизни. То есть вы выздоровеете и все нормально будете, легко и просто. Либо это как раз вот такой вот момент, в который суждено вам будет погибнуть. Кто скажет? Что тут надо? Кучу собственных экстрасенсов уметь там, которые там будут за каждым вашим шагом следить, это делать, это не делать. И вот, получается, такие вещи. Несколько мы от темы удалились. Тема-то интересная. Это не поддавайтесь на зазывалство. Если вот это вот все это вас подкупает какой-то там простотой, даже дыхание по бутейкам. В принципе, все там ясно. Основное накопление углекислоты способствует тому, что ферменты, их где-то там 700 примерно там в клетке, внутриклеточные ферменты, начинают работать оптимально хорошо. И для этого надо накопить определенную концентрацию углекислоты в организме. Вот это вот основное. И тогда ваш организм будет, как бы сказать, не так стареть. Он будет жизнеспособен, он там будет такой мощный. Но на пути к этому, закаживающейся легкостью вот этого дыхания, существуют свои сложности. Там будут и, будем говорить, и кризисные явления, которые бутейка описал. И не просто вот это вот, знаете, вот я сегодня подышал там, а попробуйте сегодня дышать в 9 часов, завтра дышать в 9 часов. Ну, и на протяжении, ну, хотя бы месяца, чтобы у вас в 9 часов вы выполняли дыхательную тренировку. Вот в чем сложности будут. То есть вот эта простота, оказывается, она имеет свои сложности, которые надо самостоятельно осваивать. Опять я там повторяюсь, так сумбурно, но ничего. Повторение, мать, учение. Значит, не ведитесь вот на эту вот простоту и, что я тут смотрю, на зазывалство это все. Вот мы, только мы, только вот это и больше никто. Это уже, вот как только вот это вот произносится, там, и уже там с экран телевизора, там, ага, вы печень там по-старому чиститесь, а вы вот по-новому попробуйте. А по-новому вообще-то не чистка. Это вообще не чистка. Это совершенно иная процедура, там она, так, знаете, так. Разные вещи. То есть есть влажная уборка, а есть просто полы подмели. Так точно и с чисткой печени. Вот, как только, значит, зазывалство, не ведитесь. Не поддавайтесь вот этому чувству халявства. Что вот эта халява, вы сейчас тут все так у вас там легко и просто получите, и у вас будет то или иное. Кстати, кредиты, кредиты, народ понабрал кредитов. И сейчас тут все поостанавливалось из-за того, что платить-то нечем взять деньги одно, ну, а отдать их совершенно другое на фоне всеобщей нищеты. Вот так и нищета со здоровьем. Что вы думаете, ага, сейчас тут что-то приобретете такое, или будете. Нет, здоровье требует вдумчивой работы по многим параметрам в собственной жизни. Я об этом много рассказываю. Вот, то есть вы тут включаете разум. Разум, разум, вы должны в какой-то степени быть образованы. Какой-то минимальный запас должен быть у вас знаний. Я для этого выставил свою библиотеку бесплатно, чтобы вы заходили, чтобы вы читали, чтобы вы интересовались. То есть, чтобы был элемент самообразования. Но нету самообразования. Значит, вы вот что-то выучили в школе, как раньше, читать, считать и писать, допустим. И все. И на этом остались. А чтобы дальше идти, надо уже самому залазить в книги, читать, интересоваться всем этим делом. Как-то это полюбить процесс накопления знаний. Понимаете, вот знание сила, а мы уже не знаем, а в чем сила там. Сила там в чем угодно. Ну и в конце концов, должна быть, это уже тех людей, которые делают различные зазывания, хитро сплетают различные тренинги, менинги, дают объявления и прочее. Должна быть совесть. Совесть. И вы знаете, я вот много думал по поводу справедливости общества вообще. Ну почему так вот, допустим, там тем же, ну в данный момент вот у нас олигархи, они и так уже, ну трамбовать деньги некуда. А они ничего не отдают. Вот сколько там семей, допустим, владеет всей Россией, и они вот это ее доят, а остальной народ, который также хочет там кушать, хочет там за границу съездить, хочет там что-то там приобрести, там, они им это не дают. Ну думаю, а почему, почему, ну как вот законами ограничить или еще как-то там это все сделать. И причем, знаете, вот уже история показала, что одни люди уходят, а другие приходят, ранние бедные, такие же это, становятся состоятельными, становятся сверхбогатыми и ведут себя так же. То есть вот были там дворяне, все это там советская власть их там сбросила, и на тебе сформировала такой же слой влиятельных людей, которые вот эта перестройка была нужна для того, чтобы, как бы сказать, обналичить вот эти вот богатства, которые она может, так сказать, к себе присвоить. И вот до каких пор, как бы сказать, вот это вот социальное неравенство будет длиться, и я так понял для себя следующее. Пока богатому человеку не будет стыдно, что он имеет столько, много денег, вот если честным трудом еще, ну пускай честным трудом, но как правило это же путем вот различных там махинаций, путем различных там заковырок, законодательстве, тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, всего, понимаете, чтобы, вот грубо говоря, оболвалить вот эту всю, этот электрон. И за счет этого стать вот таким вот человеком, влиятельным и с помощью законов подавлений. Так вот пока вот этим людям не станет стыдно за то, что они вот это вот проделали, за то, что у них столько, много, допустим, средств, которые им не нужны, вот тогда начнет вот эта социальная справедливость нормализоваться. Не то, что там бедные там должны там, им там стыдно за то, что они там бедные, вроде как никчемные там, а вот именно богатым будет стыдно за свое богатство, которое нажито нечестным трудом и вообще которое в таком количестве им ну не надо. Вот тогда, говорит, вот начнется какая-то там такая подвижка в обществе в сторону, говорит, в сторону какого-то там социального равенства, социального там благополучия, меньшей социальной напряженности. А пока этого нету, вот так вот все это и будет. Ну я вот так вот, извините, я расплескался, как море. И тот, кто дослушает до конца, ну что-то вынесет для себя. Кстати, о подагре. Значит, если вы изменили, вот смотрите, человек уже с детства заболел, заболел, у него агроматизм сердца, это значит у него были типа ангин или еще что-то, что лечили антибиотиками. Как только лечится антибиотиками, значит, на антибиотичной этой среде у нас развивается грибковая микрофлора. То есть была сформирована грибковая микрофлора. Не зря там и сказали люди, что был грибок. Вот эти вот, значит, грибки дальше с возрастом потихонечку начинают там прорастать. То есть этот весь процесс длился, начиная с детства и вот до теперечного состояния. То есть это несколько десятков лет. Один десяток, два, три, ну где-то вот так вот примерно. Грибок хорошо там засел. Повышение температуры, вот понимаете, ну не может идти повышение температуры, вот просто я вот так вот чисто логически рассуждаю, на то, что у вас там, говорит, вот где-то отложилась там мочевая-то там кислота. Ну отложилась, да, там что-то там заболело. Но общее повышение температуры, вот говорит об одном, что в организме имеется инфекция. Поэтому раз меняется, смотрите, питание, раз применялось лечение, а это все, как бы сказать, нуль, значит там что-то другое действует. И вот это другое как-то надо посмотреть и исследовать. Если человек изменил питание и уже, будем говорить там, так где-то год или два уже питается, что минимум белка животного, а уровень, значит, мочевой кислоты все-таки высок, это говорит о том, что, ну как бы сказать, вот этот процесс поддерживается совсем иными силами, что не сам организм сбился там и начал выдавать вот такой вот процесс какой-то непонятный, что у него там мочевая кислота повышается, а что это провоцирует, этот процесс для того, чтобы его поддерживать. Я вот у супруги поинтересовался, вот эти вот все удобрения с мочевиной, они способствуют там росту, там растений и так далее. Да, они способствуют растению, росту этом. И вот у меня создается мнение, что в некие микроорганизмы, особенно если, как я там говорил, язык вот это показали, и там кандида, весь язык таким толстым белым налетом обложен, что эта кандида для себя как раз и делает вот эти вот мочевую кислоту, чтобы она лучше росла. То есть, как мы используем участок земли для того, чтобы лучше на нем что-то росло, то, что нам надо, так точно и наш организм используют для того, чтобы там развивалась эта грибница. Да и пофигу там, ее не интересует ни здоровье человека, ни сам человек. Ее интересует собственное благосостояние. Ну, как в обществе некоторых людей интересует только собственное благосостояние. На остальных наплевать. А почему, вот как бы сказать, нам непонятно, что так же наплевательски, к нам относятся и микробы, и грибки, живя в организме. Вот так вот, вот этот вот процесс, значит, если он длится уже несколько, там, десятков лет, толку никакого, а вы уже и питание изменили, а оно все равно растет, значит, это говорит о том, что есть какой-то фактор, который поддерживает все это такое. Значит, что там необходимо действовать? Ну, может быть, вот если просто убрать кристаллы мочевой кислоты, это пьется талая вода до литра в день, и уже, грубо говоря, через неделю она должна быть выведена из организма. Если по литру талой воды пить в день, за неделю она все это там растворит. То есть все это должно уйти. Пробуйте. Далее. Значит, сода. Сода против грибков. Ну, так как эти грибки, они уже у нас не один десяток лет, и за две недели, и за три недели, и даже за месяц, что-то значительного, чего-то ожидать, конечно, глупо. Тут должен пройти какой-то более такой длительный срок. И применяться, применяться, Вот как раз мы говорили там о тройчатке. Теперь, что делает грибок? Грибок разрушает именно вот какие-то твердые, хрящевые, там, костные структуры. Вот тут вот грибок, он гораст. То есть хрящей, и там, где есть водица, то есть это, как правило, суставчик, где хрящевая ткань, где есть вот эта суставная ткань. Вот это любимое его место. Как мы с вами растения сажаем в ампулку какую-то там, с удобрением, так точно и грибок любит такую же ампулку. Где эти ампулки у них находятся? Они у нас находятся на суставах. В суставах рук, в суставах ног и так далее, и тому подобное. Он тут, значит, поселился и начинает все это там делать для себя. Он говорит, растет. Я начал с дерева. Так вот, шпалы, сейчас железобетонные делают, а раньше их делали из дерева. Естественно, кусок древесины положи в землю, и ее уже за год там сожрут грибки. Ее пропитывали пропиткой, основанной примерно там на дегте, на смоле, на антисептиках вот таких вот черных таких, смолистых. То есть, чтобы вся древесина была пропитана. Тогда они лежат там десятилетиями, это аж спала в земле, и не гниет. Вот, значит, использовать вот эти вот вещества, которые, ну, в основном, часть из них там типа мазуток, потом, ну, говорит, из каменного угля там добавляется, из древесины путем там переломки получаются вот эти смолы. То есть, использовать вот такие смолы, и одна из этих более-менее удобных для использования керосин. Значит, керосинить утречком, допустим, где-то одну треть, одну четвертую чайной ложечки керосинчика натощать. И вечерком, перед сном, такую же дозу. И посмотреть далее. В течение, вот я думаю, в течение месяца от применения соды, керосина будут какие-то улучшения. Если никаких улучшений не будет, значит, это, говорит, не грибки. Это, значит, что-то там другое. Если это, тупо говоря, просто образуются кристаллы мочевой кислоты, их вымоет талая вода. Значит, вы используете талую воду. Достаточно в неделю попить пол-литра воды и там все вымоет. И будет какой-то результат. Если это не так, значит, что-то другое. И вот что другое, это уже будет определяться после того, как это проделается. Обратите внимание на сны. Что за сны вам снятся? Ну, вот так вот я вам наговорил много. Думаю, там где-то что-то и полезное будет. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!